Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и рынок падает. И у нас есть новости, которые стали тому причиной. Также биткоин только что пробил 8-летний нисходящий тренд. Альткоины падают на десятки процентов за последние 24 часа. И люди задаются вопросом, пора ли паниковать? Возможно, это пик рынка. Что ж, рыноки паникуют и делают это из-за этого. Удар Ирана по Израилю неизбежен. Я не в курсе всех этих событий, но Иран даже угрожал ударить по Соединенным Штатам, если те вмешаются. Это спровоцировало волну паники на традиционных рынках. Доу Джонс упал на 500 пунктов, золото упало, биткоин упал, альткоины посыпались на 20-30 процентов. Это ВИКС, индекс волатильности, который отвечает на вопрос, а есть ли на рынке пугающие события. И мы видим, что за последние 24 часа этот индекс вырос на 16 процентов. Но на пике он рос на 25. А это означает, что на рынке действительно было пугающее событие. Отчего традиционные рынки и даже активы безопасной гавани, вроде золота, испугались еще больше. Как это обычно бывает в таких случаях, каскадные ликвидации кредитных позиций на рынке ускорили крах. Поэтому я и не люблю эту кредитную торговлю. Она вредит и трейдерам, и рынку. Каскадная ликвидация позиций была на сумму 923 миллиона долларов. Страх войны. Ликвидация кредитных позиций. Спотовые ETF, которые закончили день с чистым оттоком 800 биткоинов, поскольку Fidelity завершил 64-дневную серию покупок. И стали причиной падения биткоина. И, наконец, доминирование биткоина достигает наивысших за последние два года значений. Отчего уже альткоином стало плохо. И здесь интересно вот что. Доминирование биткоина достигло наивысших уровней за последние два года. А также пробило 8-летний уровень сопротивления вот здесь. Как ты видишь, мы поднялись выше этого сопротивления. Которое длится с октября-ноября 2016 года. Мы отталкивались от этого сопротивления вот здесь и вот здесь. И каждый раз после этого случался альткоин-сезон. Но сейчас мы пробили эту линию и поднимаемся выше. Именно поэтому альткоины истекают кровью. Чтобы они начали рост, нам нужно, чтобы это оказалось фейкаутом. И доминирование биткоина вернулось обратно под эту линию и упало вниз. В таком случае альта будет стрелять. Но обрати внимание на это. Это очень интересный график. Это твой лучший руководитель, который подскажет, когда заходить в альткоины и выходить из них для максимальной прибыли. На первый взгляд ничего не понятно. Но это моя ошибка. Это одна из ошибок, которая разрушила мои достижения на альткоинах в 2021. Кроме неопытности и жадности, которые я тогда испытывал. И я считаю, что игнорировать доминирование биткоина сейчас тоже может стать ошибкой. Потому что именно эта метрика показывает, когда нужно принимать риски, а когда наоборот нужно их снижать. Стоит отметить, что это логарифмический график, поэтому он несколько отличается от того, который мы видели перед этим. Логарифмический график лучше всего объясняет эту концепцию. Что легко заметить, так это то, что как только доминирование биткоина достигает своего пика на этой исторической линии сопротивления, вот здесь и вот здесь, начинался альткоин сезон. Интересно, что уровень в 40%, а конкретно 38,77% стал для доминирования биткоина твердой поддержкой. Мы уже не первый раз опускались к нему, но каждый раз отталкивались и росли вверх. Особенно часто мы опускались к нему во время медвежьего рынка в 2022 и 2023 годах. Именно достижение этой точки доминированием биткоина и есть тем самым моментом, когда тебе нужно снижать риски по позициям в альткоинах. Проще говоря, фиксировать прибыли и уменьшать вложения в них. Поэтому, когда произойдет следующий макро разворот доминирования биткоина, после того, как он достигнет, например, 60% вот здесь и наступит альткоин сезон. Не забудь следить за этой областью около 40%, ведь после того, как биткоин доминирование развернется вниз и опустится до 40%, нужно думать о снижении рисков для своего альткоин портфеля. Почему? Потому что, когда биткоин доминирование достигает 40%, это завершает альткоин сезон. Итак, когда доминирование биткоина достигнет 60%, развернется и упадет до 40%, вот именно в этом районе нужно задуматься о продаже 70-80% своих альткоинов. 70-80%! Почему не 100%? Нужно оставить 20-30% своих альткоинов. И вот почему. Потому что долгосрочный тренд доминирования биткоина имеет тенденцию к понижению. Посмотри, пик доминирования биткоина составлял 96% перед альткоин сезоном 2017 года, 73% перед альткоин сезоном 2021 года и около 58% сейчас перед альткоин сезоном 2024 года. Поэтому мы не можем отрицать потенциальный прорыв к новым минимумам и в будущем. Вот почему нужно оставить 20-30% портфеля на этот случай, чтобы не пропустить новый импульс альткоинов, когда доминирование биткоина наконец-таки пробьет эту линию поддержки в 40%. Каким отметкам может дойти доминирование биткоина, когда оно сломает эти 40% и пойдет дальше вниз? Многие не помнят, но в 2017 году альткоины воспринимались как не более чем быстрое казино, сравнимое с пузырем тюльпанов в Нидерландах. Практически все говорили, что они умрут уже через год, достигнув пика и лопнув после него. Сегодня же, несмотря на то, что альткоины все еще подвержены массовым спекуляциям и наполнены огромным количеством мошенничества, глобальная осведомленность об альткоинах заметно выросла. Люди верят в их будущее и каждый день появляются новые перспективные проекты, ослабляя доминирование биткоина на длинной дистанции. В конце 2020 года мы видели падение доминирования биткоина на 47%. Потенциальное подобное падение в будущем будет означать, что биткоин уже после завершения альткоин сезона достигнет нового минимума около 29-30%. Именно на этот случай падение доминирования биткоина от 40% до 30% мы оставляем 20-30% своих альткоинов, чтобы успеть словить этот рост альты. Теперь, когда мы разобрались в причинах падения рынка и особенно о падениях альткоина, следующий вопрос, который нас беспокоит, продолжится ли это падение или нет. Это индекс доллара. Мы видим, что он падал с осени 2023, что и послужило топливом для роста криптовалюты. Но недавно мы видели вот этот отскок доллара. И более того, пробитие двухлетнего нисходящего тренда. Если доллар после этого покажет успешный ретест и полетит дальше вверх, криптовалюта продолжит корректироваться. Я писал об этом развитии событий у себя в Телеграме. Ссылка на который в описании, кстати говоря. Если доллар будет развивать бычий сценарий, это поспособствует продолжению коррекции криптовалют в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Давай посмотрим на структуру. Это прорыв из зоны накопления, затем коррекция и теперь накопление выше этой зоны накопления. Если мы все-таки закрепимся выше этой зоны предложения, то выход из нее будет подтвержден. И мы увидим новое ралли доллара, что не очень хорошо для крипто. Когда доллар растет, крипто и многие другие активы падают. Для того, чтобы криптовалюта перестала падать и вышла из коррекции и начала снова расти, нам нужно сломать бычью структуру по доллару. Вернуться в зону предложения и, что самое главное, пробить обе линии поддержки. Это вот эти две скользящие. Далее, вот это тоже очень интересный график, который отображает сезонные паттерны тех лет, когда в США были выборы. Зеленый график – это текущий выборный год. Подпитываемый ожиданиями снижения ставок и спекуляциями в области искусственного интеллекта, рост рынка с октября 2023 уже примерно вдвое превышает исторический средний. Но сейчас импульс ослабевает. И мы видим на примере других выборных лет, что где-то с середины апреля вот здесь и где-то до середины июня или июля рынок переходит в некий коридор накопления, в котором цена просто ходит от нижней границы к верхней. На такое развитие событий также намекает и золото. Золото показало потрясающий рост. Питер Шиф наверняка в экстазе. Оно выросло на 20% за последние 5 месяцев. Облигации на этом фоне упали на 9%. Исторически сложилось так, что золото и облигации торгуются вместе. Но на данный момент разрыв между ними составляет 30%, что является одним из самых больших расхождений за всю историю. Золото игнорирует тот факт, что более высокие процентные ставки пока сохраняются, а облигации на этом фоне наоборот разваливаются. Обрати внимание на вот эту последнюю свечу на недельном графике золота. Огромная тень сверху и очень маленькое тело. Да это же не что иное, как падающая звезда. Вот она, огромная тень и маленькое тело. Обычно это сигнал на разворот тренда. Так что похоже, что золото дает сигнал на этот разворот тренда. И знаменует тем самым достижение локального пика не только для себя, но и для биткоин. Покажу тебе отрывок из этой статьи, с которым я в принципе согласен. Когда большинство участников рынка согласны с определенным исходом, обычно происходит обратное. Именно поэтому я считаю, что цены на биткоин и криптовалюты в целом будут стагнировать вокруг даты халвинга. Пишет Артур Хейс. Напомню еще раз об этом графике электоральных лет. В этом диапазоне рынок переходит в боковое движение, в большой широкий коридор. Это и происходит. Посмотри на график биткоина. Он же и идет в этом коридоре от 59 тысяч долларов до 70 с половиной тысяч долларов. Но это только лишь локальный пик. Посмотри на эту диаграмму. Анализ Glassnode предсказывает двухэтапный всплеск рынка. В начале фаза предэйфории, которая затем приводит к стадии эйфории, в которой уже преодолеваются новые исторические пики. В прошлом цикле предэйфория длилась полтора месяца, а эйфория шесть месяцев. В этом цикле предэйфория длилась два месяца, а эйфория длится только два месяца. Как минимум четыре месяца впереди. Но нужно отметить, что во время волны эйфории цена биткоина испытывала достаточно большие падения. Например, вот эта коррекция минимум на процентов 50, затем еще одна коррекция. Поэтому не стоит удивляться тому, что сейчас биткоин иногда корректируется. Еще одна интересная метрика – это позиции долгосрочных держателей. Обрати внимание, как сильно уменьшилась их позиция в последнее время. Иными словами, они фиксируют прибыли и продают биткоин. Такие масштабные сокращения мы наблюдали лишь четыре раза в истории. Раз, два, три, четыре. Но на самом деле это даже не медвежий сигнал. Вот здесь, на этом графике, это прекрасно видно. Вот масштабное сокращение позиций долгосрочных держателей. Что было с ценой тогда? Она выросла. Вот было масштабное сокращение позиций долгосрочных холдеров. Что было с ценой биткоина? Она выросла. После таких красных вспышек биткоин только переходил в самый взрывной рост, который, однако, без коррекций не обходился. Например, вот здесь долгосрочные холдеры максимально продают свои позиции, но биткоин растет к новым историческим пикам. Однако, вот здесь мы видели раз, два и три. Три огромных коррекции. Минимум на 30%. А одна из них была даже на 80%. А это трехнедельный осциллятор, который показывает, что биткоин находится в зоне, которая называется In-Cycle Top Zone. В зоне пика цикла. Но не спеши пугаться, это еще не конец цикла. Наоборот, самое интересное еще впереди. Вот что это значит. Исторически, вскоре после того, как индикатор впервые попадал в эту зону, мы видели первый пик цены биткоина. Вот синие точки. И во время этого долгосрочные держатели продавали свои позиции. Вот о чем мы только что говорили. Почему это не медвежий сигнал. Затем, после коррекции цены, во время которой долгосрочные держатели продолжают сокращать свои позиции, следовал второй пик рынка. Вот красная точка. И этот индикатор снова попадал в эту зону. Вот красная точка. И приблизительно в этом моменте долгосрочные держатели уже переставали продавать свои позиции. Еще некоторое время продолжали, но совсем не продолжительное. И так мы повторяли в каждом цикле. Синяя точка, синяя точка, красная точка, красная точка, синяя точка, синяя точка, красная точка, красная точка. И в обеих случаях долгосрочные держатели продавали от первого пика до второго. Заметь, что долгосрочные холдеры начинают выходить перед первым пиком и продолжают это делать до второго пика. Затем их настроения меняются вот в этой точке, когда, по их мнению, биткоин достигал дна. Где-то вот здесь. После чего они активно и агрессивно накапливали позиции, прямо во время всего медвежьего рынка, на дне медвежьего рынка. После чего снова повторяли все то же самое. Около пиков рынка они начинали продавать, начиная приблизительно перед первым пиком и заканчивая вторым пиком. Затем снова на медвежьем рынке накапливают, затем снова на первом пике начинают продавать и продают аж до второго пика. И сейчас мы видим, что они снова начали продавать. Поэтому, возможно, вот это и есть первый локальный пик. Второй локальный пик, скорее всего, будет там, где мы будем наблюдать разворот этого тренда. Таким образом, поведение долгосрочных холдеров можно использовать в своей стратегии выхода из бычьего рынка и накопления на медвежьем рынке. Иными словами, биткоин достиг локального пика, но впереди еще будут коррекции и окончательный пик цикла еще не оформлен. Ну и, конечно же, альткоин сезон еще впереди. Он случится тогда, когда биткоин достигнет приблизительно 60% доминирования и начнет разворот вниз. И не забывай, когда после этого разворота доминирования биткоина достигнет 40%, мы продаем 70-80% своих альткоинов. На всякий случай оставляя 20 или 30%, если биткоин пробьет таки эту многолетнюю поддержку и упадет до 29 или 30% доминирования. После чего мы закрываем абсолютно все свои позиции на альткоинах и наблюдаем за тем, когда долгосрочные холдеры биткоина начнут накапливать биткоины. Тогда мы будем накапливать и альткоины тоже. И напоследок, вот эта модель, которая показывает пик рынка. Когда она совсем красная, тогда и наступает пик рынка. Сейчас она желтая. Меня зовут Богатейший Ди. И мы с тобой увидимся совсем скоро в новых видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok